Всем привет с Бусана, с Южной Кореи. Мы находимся на World Cyber Games 2011 в мировом гранд-финале. Сейчас у нас представитель Российской Федерации Марат Бедла Мухандиев будет играть с FGTNT, который является игроком из Ирана, в котором многие из нас играли в лагах и задержке, за что его не ненавидели, но парень хороший. Ну и игра здесь будет за выход из группы по большому счету, потому что Марат проиграл у Вики, представителя Болгарии, также проиграл у Вики и ТНТ, но кроме того ТНТ умудрился посеять где-то 2 очка в ничье с одним из слабших соперников, поэтому Марату подходит и ничья, и победа. ТНТ в свою очередь обязан только побеждать ради того, чтобы выйти из группы. Кстати, из группы я-то сам не вышел, я не представился, комментирует Евгений Ёжик-Мостовик, выступающий за команду Na'Vi, который не наелся достаточно дерьма, чтобы выйти из группы. Итак, игра началась, ТНТ уже сразу в атаке, по флангу суета и Марат выносит на угловой. Как видим, играет ТНТ Реалом и Марат Челси. Опять угловой. И уже третий угловой за одну игровую минутку матча по счету. Штрафной зарабатывает ТНТ. Наверное, будет прямая подача. Марат старается контролировать ситуацию, отбивается, и вот уже мяч у Бодла. Он разворачивает, чтобы игроки разошлись по полю. ТНТ его сразу пытается поджимать, прессингует. Марат спокойно по бровочке по чуть-чуть суетится и зарабатывает аут. Игра пока что проходит не на высоком темпе. Но, как видим, в связи с тем, что ТНТ играет Реалом, он пытается этот темп ускорять. Потому что в медленном футболе Реал берет за щечку, так сказать. И вот все суета по бровке, по аутам. Игра сместилась в центр, и уже ТНТ пытается разыграть. Суетааку не получается. Марат перехват идет в контратаку. Микель. Не очень скоростной игрок, но на фланге убирает пока что отличный игроков Реала. Передача, Торрес, удар и 1-0. Россия впереди. Марат Бедло-Махадеев выходит вперед в этой встрече. Иран горит. Ирану нужно два гола забивать. И опять штрафной. Как видим, Бедло жестко встречает игроков Реала на каждом куске поля. И штрафные за штрафными, и угловые за угловыми наблюдаем. И опять жесткая борьба. Марат перехватывает мяч. Идет в контратаку, но не спешит, потому что игроков нет. Нету поддержки команды. И вот фолл со стороны иранца. Ну и опять-таки Марат, я думаю, сейчас обязан потихонечку сушить игру. И гнуть свои линии, играть спокойно. Ему торопиться некуда. Он ведет счет, и ему даже ничья подходит. И вот Марат в атаке, Торрес. Драгба, суета. Где мяч? Мяч у Косилиса. ТНТ спешит. Спешит конкретно и ошибается. Опять суета по бровке. Пас пяткой в никуда. Пижон Роналдо, как всегда. Опять пятка. Второго раза получилось. И Марат отбивает атаку ТНТ. И старается организовать свою. Но опять-таки встречает его жестким прессингом иранец. Чех. Опасненько. Ошибочка. Но иранец ей не воспользовался пока что очень быстро. Но тем не менее начал свою атаку. Роналдо. Опасно. Давит, давит иранец. Опять дубль два. Нет, угловой. Пока что Маратушка отбивается более-менее уверенно. Но один момент таки дал создать. Очень опасный. И вот возможность для контратаки. Лемпар. Другба. Торрес забегает вперед. Дай же ему пас Маратушка. Нет, не дал. Дал в центр. И говорил Лобановский. Не давайте пас по ширине поля. Рубите всю команду. Мяч у Чеха. Вынос. Опять ошибка. Не стоит так ошибаться. Можно поплатиться. Забросик на фланг. Нальга. Убрал защитника на фланге. Навес с сайдлайнами. Мяч летит мимо ворот. Кстати, напомню, сайдлайны запрещены на ВЦГ. Все этому довольны. Особенно китайцы, которые и так не юзают навесов. Ну и так. Выдло опять в атаке. Ой-ой-ой. Почти что автогол. Ну, еще бы немножко и Райнц бы себя убил окончательно. Угловой молода навес. Удар. Оу. Мимо ворот. Бензема. Бензема на фланге. Прорывается. Дал пас вперед, но никуда. Все спокойно. Марат правильно делает. Ой, неправильно он сделал. Эти обрезки. Хорошо. Торрес. Друг два. Быстро начинает играть Марат. Отвечает почти что открытым футболом. Перестал уже катать сзади. Не хочет ошибаться. Наверное, и правильно делает. Если не получается. Тенто ведет свою атаку. Роналду. Игуаин. Быстрый запрос на Бензема. Бензема. Бензема как. Балерина. Драгба. Вотай наверх. На ныльку. Хорошо. Ну, выводи на прострел. Иван Мес. Нет, офсайд. Офсайд фиксирует арбитр. И опять мяч у ТНТ. Ну что ж. Время-то бежит. Особенно оно бежит для ТНТ. Но для Марата оно тянется, наверное, как у Катайя. Ну, вы поняли. Опять Варат с мячом. В центре поля. Пытается быстро разыграть. Подключает несколько игроков. В середине Торрес вырывается. Вырывается один на один. Ну, решай же, братуля. Опа. И добивание. Боже мой. Что же такое? Марат, не кричи. Соберись. Все нормально. Мэл предложил запикать нецензурные выражения. Ну, ладно. Итак, игра продолжается. Маратушка опять контролит мяч. Все нормально. На опыте. Он со мной уже наигрался и понял, что мяч нужно держать в ногах, а не в воздухе. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Опять суета на бровке. ТНТ не получается пока что организовать свою атаку. Все здесь тем, что Реал часто называем в 11-й фе марионетками, потому что корпуса у этих игроков не хватает. А у Челси наоборот корпуса хоть отбавляй. И вот, 2-0 делай. Да есть же. Вот так вот. Россия наближается к представителю в плей-офф. Марат очень близок к тому, чтобы выходить из группы. Что ж, ТНТ, сложно тебе перейдется без лагов, наверное? Атака. И Роналдо отвечает голом. Может быть, опасно. Не скажу, что расслабился Марат, но некую уверенность сейчас приобретает Иранц, который смог забить. И вот атака. Но, наверное, там была в сайт, поэтому Торрес не побежал за мячом до конца. Выносит. Зря выносит в борьбу. Там же игроки Челси. Но Марат не успел законтролить этот навес и борьбу. И вот прорыв по флангу. Кол. Оказался на позиции полузащитника. Эшли Кол там давит, давит, борется. Но нет, контратака Реала. И, наверное, будет сейчас конец тайма, потому что время уже и сбежало. Но судья дает время для атаки Роналдо. Да, опасно, Ойра, опасно, Криштиана Роналдо. Нет, все нормально. Выносит этот мяч Марат. Конец тайма сейчас будет. Все нормально. 45-я минута стоит уже на двух-трех атаках. И вот, делай три-одины. До свидания. Но не лезет. Второй подряд раз чисто один-один Марат не реализовывает. В первый раз ему удалось добить мяч после отбивания вратаря. Сейчас уже нет. Итак, 2-1 в пользу Марата Бытла Мухамадеева, который играет, напоминаю, с иранцем за выход из группы. Марату достаточно сыграть ничью. Иранцу кровь взноса нужна победа. Драгба, Фернандо Торрес, Аналька, разгоняет атаку Марат. Пасуля назад, Микель, Лэмпорт. Потери, потери контратака быстрые от мадридцев. Спокойно здесь нужно сыграть. Ой, обрезочка какая-то могла быть. Человек спас ситуацию. Радуйтесь, ребята. Россия торжествует. Хм, Торрес бежит за мячом, но здесь спокойно, сливочные. О-о-о, ошиблись в стиле, кстати, Бытла в первом тайме так ошибался много. Теперь уже иранец подхватил эту фигню. Как видим, у Тенте не совсем уверенно. Мяч держится в ногах. Пасы в никуда, даже возле своих ворот. Вот пас на пробочку. Анзема будет советить мяч, наверное, под аут или угловой. Развернулся. Игуаин, ой-ой-ой. Это не пенальти, надеюсь. Нет, не пенальти. Все нормально. Нужно заброс как-то сделать красиво. Ну, борьба, борьба, борьба. Ну, чуточку не продавил Драгба. Мог же? Тенте опять пытается разыграть свою атаку. Марат встречает сразу на половине соперника. Не воплотиться бы за это, а то сзади меньше остается. Игроков, если присылать спереди. Ну, Драгба, на Торреса не точно. Суета в центре поля. Не хотят игроки играть в широкий футбол, играют в центре. Переведи же ты на фланг, Марат. Что ж ты делаешь? Зачем эти обрезки в центре поля? Опять в центре суета без флангов. Торрес. Анальга. Вот, вот он в фланге. Уже видим атаку на фланге. Наверное, Заран отдал пас на Драгбу. Ну, ему, наверное, виднее. Чувствовал так ситуацию. Отдал, заработал от главы. Главой пошел. И борьба. Вынос. Роналду подплатил. Контертака пошла. Судья остановил игру здесь тем, что было нарушение правил. Быстрый разыгрыш от ТНТ. Бежал опять в атаку. На верхний даст, даст центр вниз. Оффсайд, походу. Да, офсайд. А время бежит, время бежит. Марат впереди. Все хорошо для России. На самом деле хочется, чтобы Марат выходил из группы. А то в Польше ему на чемпионате Европы не получилось этого сделать. Он старался, хотел, расстроился. Сейчас у него хорошие шансы на то, чтобы выйти из группы и дальше бороться. И он старается этими шансами пользоваться. Драгба. Торрес дает на ныльку, наверное, вниз. Нет, не дал. Все-таки дал. Будет прострел ли его навес? Навес. Прием? Нет. Мяч высоко полетел над Торресом. Торрес. Виски в отличие от некоторых типа Драгба. Ну и опять встречает Марат жестко в центре поля. Чувак с реала валяется. Но игра продолжается. Восстановился буквально за секунду. Ну, когда нужно отыгрываться, понятное дело, что восстанавливается быстро. Малуда на фланге. Опасно. Дай же пас снизом. Хорош. Еще один удар. Ай-яй-яй. Хорошо. Хорошо разыграл Марат. 71-я минута матча. Пробежала уже 20 минуток на два гола. Шансы у иранцев все еще есть. Но Марат их все время укорачивает и укращает, укращает, укращает. Атака Марата. В центре поля суета. Боже мой, сколько пасов за секунду? Без толку. Просто так. Ну, наконец-то отдал назад. Подумал, что нужно мяч поконтролить. Хорошо. Немножко завозился и так и обрезался. Бензема. Бензема летит на всех парах. Пас в центр. Опасно. И мяч полетел ваут. Угловой. Уже, наверное, седьмой или восьмой. Много угловых было у иранцев, но без толку. Челс не дает верховую борьбу. Даже понюхать игрокам реала. Девятый или десятый угловой. Но, короче, их много было. Без шансов пока что угловые проходят у иранцев. Марат жестко встречает. Опять жестко. Может быть, штрафной. Он и есть. Стандарты. Это, наверное, конек все-таки Челси больше, чем Реала. Но. Подскоки. И все нормально. Чеха. Мяч. Есть время перевести дух. Не торопиться. Марат все правильно делает. Подождал пару секунд. Борьба. Борьба. Как ни странно, но Драгба проиграл борьбу и началась атака Реала. Ой-ой-ой, пенальти. Ой-ой-ой. Может быть опасно. Пожар, пожар. Ну что ж, Роналда против Чеха. Нет. Кака против Чеха. Мимо. Нет. Нет. Гол. К сожалению, для Марата и сборной России. 2-2 становится счет. На 82-й минуте. И 10 минут у иранца для того, чтобы попытаться забить третий гол. Марату, напоминаю, подходит ничья для выхода из группы. Но висеть на одном голу очень опасно. Маратушка, держись. Россия с тобой. С тобой и Украина здесь с микрофоном. Ну что, шаут. Медленно все делает Марат, чтобы не обрезаться. И все-таки он потерял мяч. Опять атака Ирана. Для Ирана сейчас время бежит, летит. Для Марата идет по секундам. И вот атака Реала в центре. Куча пасов. Удар. Ух, Чех спасает. Давление оказывает Иранец. Наверное, он выкинул команду больше в атакующий режимчик. Перешли пацаны уже половину поля и жмут на всех парах. Марат сидит же в обороне, отбивается. Встретили опять жестко, но прошел так и Банзема. Опасно. Не дай пробить, не дай пробить и без подкатов. Боже мой. Боже мой. Пропустил Марат. От Кристиана Роналду на 89-й минуте. Да что еще такое? Сколько нам дерьма нужно есть в Украине и России, чтобы не пропускать такое говно после серии отскоков. В 89-й минуте Марат летит. Теперь в атаку нужно отыгрываться. Нужно отыгрываться до конца играть нужно. Но теряет мяч. Опять его взял. Драгба. Торос. Не торопись, братюля. Не торопись. Разыгрывает. Пытается разыгрывать, но он все-таки теряет мяч. У меня аж мурашки по коже, честно говоря, идут. Потому что все-таки болею за хорошего игрока из России. Братья славяне все-таки. И вот ТНТ пошел на бровку и убивает тем самым время. Оно сейчас уже для Марата летит. Марат рубит в подкате. Это штрафной. Штрафной для Ирана. И время идет. Наближается к концу матча. Даже не знаю, будет ли атака у Марата в ответ или нет. Желтую карточку получил колу. Да и фиг с ним. Последние секунды. Не знаю, будет ли атака у Марата или нет. Вот в чем вопрос. И это конец матча. Марат бросает Джессика пол. И, к сожалению, ГГ Миран проходит дальше. Спасибо, до встречи. Удачи нашим другим дисциплинам. К сожалению, мы не смогли сыграть так, как это...